Всем доброе утро. Я такая сегодня. Девушка и гад. Кошка. Кат? Как там? Не помню. В общем, опять набелок начинается в лифте, потому что едем в больницу. Ну, как едем, меня может везет. Потом обещала завтраком накормить. В общем, все по плану. Право времени еще мало. Вот начинаем день. Вот так вот. Сейчас вам расскажу, что там у меня как малянас. Надеюсь, что все хорошо. И это было временное помутнение. Ну что, друзья. Здорово, как корова. Я так рада. Вообще немного, конечно, эта врачика немножко молоденькая девочка. Как это сказать так? Тормознутая, в общем. Ладно, потом расскажу. Мы идем завтракать. Мы тут рядом с домом, со старым, где раньше жили. Вот в эту кафешку пойдем. Тут, в общем, знакомые хорошие. И, в общем, туда идем. Так как я чур не хочу с шоколадом, какой-нибудь тост возьму. Я себе заказала большую кружку кофе. Немного кофе, много молока. И тост с помидором. Типичный, типичный, типичный испанский. Так что, все нервы. Это делается так. Все, готово. Приступаем к пожиранию. Мы позавтракали. Тут у нас открытый рынок находится. Показать вам, который работает каждый день. Здесь мясо, фрукты, овощи, сыры, колбасы продаются. А есть другой рынок, который вот такой вот. Ну, там тоже и продаются фрукты, овощи. Ну, ни мяса, ни рыбы, ничего нет. Он по два раза в неделю. В общем. Ну, вот на ту неделю я тоже была. Так как праздник в среду будет. Вот его перенесли на понедельник. Что-то я хотела сказать и забыла. А, я сейчас иду к бухгалтеру. У нас бухгалтер, он друг мужа. Поэтому я ему говорю, позвони там он или не там. Я пойду. Он ему позвонил, говорит, да, я на работе. Потому что у нас он бухгалтер такой, он как бы работает. Гляньте, какие чуни. Пять рублей, прикол. Вот. И он работает как бы, ну, на себя. Хочет, работает, хочет, не работает. То есть с друзьями. Я тут, короче, вон что-то болтаю. И сама смотрю. Еще иду в очках. А, как бы, солнца нифига нету. Вот сумки по 6, по 7 евро. Вот такие разные. Кстати, интересные сумки есть. 7 евро. Смотрите, какая классная. Красная сумочка. Крутая же. Крутая. Вот есть, наверное, это подороже. Такой вот у нас рынок. Надо же, блин, снимачки. Нифига не вижу. Бижутерия разная. Бижутерия разная. Золото, золото. Это школа. Там монашки. Монашеская какая-то школа. Нет, там обычные дети учатся. Ну, вот с акцентом на религию. Такая вот. Видите, она вся замурованная. Ну, в принципе, все то же самое, что и в прошлый раз. В прошлый понедельник был. Это небольшой такой рынок. Есть еще намного больше. Где он открывается. Вот тоже. Вот это вот нелегальная продажа. Это либо ворованная, либо еще что-то. Вот они продают там. Цыгане в основном. Та-ра-та-та. Что-то у меня... А, ну телефон. Я же снимаю на телефон. Это вот хлебная. Булочная скорее. Ну, нет. Хлебная, наверное. Хлебжик здесь продают. Тут всякие вкусняшки. Такие. Та-ра-та. Уже сто лет здесь не ходила. Интересно походить. Поход какая-то непонятная. влажность 80 процентов вообще ужас какой-то все сырое время 10 минут одиннадцатого половина магазинов закрыта может быть они уже закрылись в общем как-то странно и музыка поет народ еще мало все спят никого нету парфой хожу блуждаю сейчас пойду в это в косметику зайду потому что ходить что-то покупать и нет смысла скоро говорю скидки а еще мне вообще ничего не надо а мне вообще это ничего и не надо вот я зашла страдивариус не прямо понравилось платьишко такое через неделю в скидке будем надеяться что она что-нибудь скинет а так вообще классно здесь он тоже такая типа кожи аля кожи идет не видно прикольно такое да я люблю такие знаете 1 1 ну такие чтобы они свободные были так музыка орет вообще а тут что-то наверное кожаный стиль вообще модный в этом году я так понимаю всякие юбки вот тут 18 евро прикольная юбка и рубашки все дела а это даже как платье музыка орет не знаю показывал вам или нет как украшен вот этот дом классно прям все везде столько всего навешано и тут вот три короля и снеговик и дед мороз и какой-то неведомо зверушка красиво правда в общем я иду домой ничего не купила сейчас пойду салат резать как раз пока настоится часика два-три я уберусь последний раз в этом году пара полисовался по моего полы и так понравился один корректор корректор вот как и называть еще под глазами чтобы мазать от дебора и не было моего номера там тест тестер был а вот я попробовала мне номер один понравился прям подходит мне хорошо примор зашла зашла в другой магазин там вообще их не было всю руку разрисовала прям вот хорошо так ложится но не было номера сейчас все наверное скупают на подарки на еще что-то смотрите какие у нас тучи да и на небе тучи но солнце вылезло так что вот так я сегодня быстро все сделала еще думала к бухгалтеру пойду вечером но только решила могу развони спроси там он или не там все управилась теперь теперь у меня только в планах спортзал мне сегодня два занятия записалась на такие прям серьезные занятия выживу или нет далее дойду я до дома до ползу но ничего надо как говорится приготовиться к завтрашнему вечеру ночи чтобы блин не растолстеть да и на небе тут ей вышла на свою улицу почти дома солнце прям уже светит вовсю разгуляется денечек овощи готовы кстати свеклу то я покупала дня три назад помните я еще раз спрашивала с чем можно за майонезной сделать салат то со свеклой да с чесноком вот она лежит родимая поэтому есть вспомнила говорю селедку под шубой сейчас разделу селедочку на газетке все как надо точнее на журнале и забацую себе селедку под шубой правда еще не знаю в какой тарелке даже у мани приложу куда мне и забацать буду искать какой-нибудь оптимальный вариант какую нашла мэри крисмас все что надо тут и забацую я всегда вот так все нарезаю чтобы у меня все было и вот сейчас приступаю к самому грязному делу это чистки селедки и нарезки и и и и и и Продолжение следует... 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 А вот, потому что завтра мне будет некогда, я работаю туда-сюда, а куда мы попадем, вы увидите. Завтра, может быть, или даже послезавтра, в общем, не знаю. Вот. Ну, что вы думаете? Стою я такая, так, чик-пык-пык, гляжу, я вся порезалась, вся кругом. Стою, блин, обтекаю, трындец какой-то. Говорю, что теперь? Теперь стояла полчаса, потому что все, мы же занятия закончились, все женщины-то в раздевалке, все в душе, болтают, переодеваются. Вот, и я стояла полчаса в душе, типа, я там голову мою, там, туда-сюда, пока они все разойдутся, чтобы выйти. И никто не заметил мое это самое кровотечение. Ой, не могу, быстрее-быстрее добежала, что на себя напялила. Потому что, если вот обрежешь ногу, все, кровь не останавливается. Там есть одна капелька, но она не останавливается. Я не знаю, в чем проблема. А, чего ты пришел? Я не ем. Не, я не буду сейчас, уже все, у меня закончилась еда. Не, уже не ем. Не, не, не. Ты зря пришел, можешь уходить. В общем, такой вот казус. Так что, вот, если написано запрещено, значит, не надо и пыжиться. Ну, вот, ну, не надо было. Завтра кое-куда собираемся, поэтому мне надо было. Если у вас есть догадки, жду в комментариях. В общем, позанималась, но позанималась не очень. И сегодня, ну, как два кардио было. На первом занятии, вы знаете, вот говорят, что кофе, там, оно не это, не повышает давление. Типа, многие сейчас говорят, блогеры, там, что, типа, не влияет никак не на давление. Оно даже полезно. Ля-ля-ля-ля-ты-па-ля. Типа, нифига. У каждого организм разный. Я вот два дня подряд пью кофе. Вчера выпила и сегодня. Не ведрами, ничего. Ну, вот, сегодня утром чашечку и потом, наверное, часа в три выпила, вот, обычной растворимой. Две, ну, две чашки, да, в день. И вчера одну. И все, у меня сегодня давление скакало, пипец. Ну, у меня аж часы давление меряют. И я вот чувствую на занятии, что мне прям это, в глазах все темно. Ну, кто, у кого давление, знает, как это все происходит. Ну, я померила. У меня там давление, если не соврать, 160 на 95 было. Или больше, что ли. Я знаю 95, а то не знаю, не помню уже. Но у меня в телефоне. В общем, высоченное. Это с условием, что я пью каждый день по одной таблетке с утра. Тяпну и все. Ну, в общем, даже дело не в том, что там давление. Я просто не могла заниматься. Я говорю, сейчас опять рухну сюда. Вот. А я сегодня же записалась на два занятия. В общем, я потом вышла с первого занятия. Пошла на... Думаю, ну, не буду же я. Может быть, говорю, сейчас сойдет. Села на велик. И потихонечку, пополенечку поехала на велике. Вот. И потом вот на сумбу пошла. Ну, уже давление нормально было. Потом она упала до 145 на 74. И вот так потихонечку падала. Потом уже 122. В общем, скакала у меня сегодня целый день. Я просто по себе чувствовала, что прям вот иногда раз. И по шарам так давала. Сидит, слушает. Я просто там сумку поставила на его место. Сейчас надо ее разобрать. Так что, у кого давление, повышает кофе давление, еще как. И мне оно просто противопоказано. Каким бы оно полезным не было кому-то там, мне оно нифига не полезно. Хотя я сегодня не так много выпила, потому что я вам показывала, что там больше молока было, чем кофе. Но вот я знаю, что и Кока-Колу, если попью, попью, у меня тоже дубасит там по полной. В общем, где кофеин, мне это противопоказано. Насколько бы он полезным не был. Все это фигня на постном масле. Если у тебя организм его не воспринимает, то и нечего, как говорится, слушать других. Ну, чего ты? Так что, вот такие дела. Ну, потом я уже так, знаете, вяленько позанималась. Но позанималась, в общем, да. Ну, все равно какое-то состояние такое. Спать охота. А про счет, насчет вот этой, насчет анализов, это вообще, представляете, сегодня я прихожу, мой врач, видимо, в отпуске или еще кто-то, и на замене сидит девочка молодая. Видно, что не испанка. Он говорит по-испански. Вот, потом как раз пришел какой-то медбрат и говорит ей, ой, ты новенькая, она такая, да, он говорит, откуда ты, она говорит, я с Кубы. Надолго к нам, она говорит, ну, пока на полгода, а потом не знаю. Ну, в общем, да, она смотрит мои анализы. И я вижу, что она смотрит предпоследние, не последние, которые мне нужны были, а предпоследние. И она смотрит, ой, что-то, говорит, не изменилось даже ничего. Ипертироиды. У меня было недостаток, а сейчас много, вот так вот. Она ей такая смотрит, ну, надо же, а что, что вот ты сделала? Ну, вот мне врач там таблетки убрал, сказал, что у меня это было недостаток, сейчас вот, типа, ипертироиды. Правильно говорю, в общем, вы понимаете, да? Вот, она смотрит, ну, не изменилось вообще, не изменилось. А я вижу на компьютере, что это прошлые анализы. Ковырялась, ковырялась, что-то там куда-то лазила, лазила. Потом такая, ой, а вот же анализы новые. А тут все нормально. Я говорю, ну, слава богу, наверное, минут 10 она там ковырялась, я сижу. Ну, конечно, я же учить ее не буду. Типа, ты вылезь отсюда и залезь в другое место. Потому что в прошлый раз я много анализов сделала. Там всякие на щитовидку, на все. Гемоглобин понижен, понижен, прикиньте. Это что мне надо? Ну, он немножко понижен. Гранатовый сок тяпнуть. В общем, да, ну, нет, все нормально, все же зашибись. То есть, а это должно быть просто один анализ на щитовидку. Нет, я вижу у нее прям целый лист. Думаю, вылезь ты отсюда и залезь в другое место. Потом она сама додумалась. Говорит, ой, вот, все нормально. Все, говорит, зашибись. Я говорю, ну и слава богу. Так что вот такая вот молодая прям совсем сидит там, делает вид, что работает. Да, Чарли, сумку поставил, не можешь сесть, да? Ты моя сладкая рыбка. Сейчас я ее разберу. В общем, вот такие у нас дела. Друзья, хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Этот будет последний влог в этом году. Всего вам самого наилучшего. Чтоб все ваши желания исполнились в Новом Году. Самое главное – это здоровье. Я это сегодня еще раз, в очередной раз поняла. Чтоб ваши близкие были тоже здоровы, живы. И чтобы Новый Год, наступивший, который наступит, был лучше, чем предыдущий. И чтоб все-все-все ваши мечты осуществились. Всего вам самого наилучшего. И встретимся с вами в Новом Году. Всего вам пока-пока. Продолжение следует...